Добрый день! Меня зовут Евгения, я преподаватель хатха-йоги. Вас приветствует канал «Виткрытый» и программа «Hello Body». Расскажу немного о йоге. Йога – это древняя система саморазвития, которая помогает нам повлиять на наш ум через асаны, то есть воздействие на тело. Для начала прикрываем глаза, подышим несколько минут йоговским дыханием, вдох в живот, затем грудной отдел, затем вдох-вдох ключицы и выдох в обратном порядке. Сначала область ключицы, затем грудной отдел, а затем живот. Растягиваем дыхание, на пять счетов вдох, на пять счетов выдох. И на вдохе через стороны поднимаем руки вверх, делаем кистевой замочек, замочком потянемся вверх, руки стараемся уводить за уши, плечи опущены, макушка тянется вверх и несколько покачивающих движений, ягодицы на коврике. И на выдохе левый локоть идет на коврик, прикрываем себя правой рукой, взгляд из-под правого плеча вверх, дыхание глубокое в живот. Вдох, замочком тянемся вверх, и на выдохе правый локоть уходит на коврик, прикрываем себя левой рукой, взгляд из-под левого плеча вверх, вдох, выдох. И на вдохе замочком тянемся вверх, и на выдохе левая рука уходит за правое бедро, взгляд за правое плечо назад, плечи опущены, макушка тянется вверх. На вдохе замочком тянемся вверх, и на выдохе правая рука уходит за левое бедро, взгляд за левое плечо назад, плечи опущены, макушка тянется вверх. И на вдохе замочком тянемся вверх, и на выдохе руки уходят в разные стороны, представляем две невидимые стены, центром ладони отталкиваем эти две стены, макушка тянется вверх, плечи опущены, и начинаем рисовать небольшие круговые круги в одну сторону, затем увеличиваем их, раскрепощаем плечевой пояс, затем обратно маленькие кружочки, затем в другую сторону маленькие кружочки, и еще раз на несколько секунд. Руки напряжены, макушка тянется вверх, плечи опущены, и на выдохе опускаем руки на бедра, вдох-выдох. Повыполним еще дыхание капалабхати, это очищающее дыхание, есть противопоказания у него, если у женщины очистительные дни или проблемы какие-то с ЖКТ, то не выполняем. Мы делаем произвольный вдох и резкий выдох, упок подтягиваем в позвоночник, делаем двадцать раз. Это очень эффективная практика, которая способствует, очень благоприятно делать ее с утра, помогает нам проснуться. На вдохе вытягиваем ноги вперед, на вдохе носочками потянемся вперед, на выдохе к себе, несколько раскрепощающих для стоп движений, затем в разные стороны, затем круговые движения в одну сторону, не забываем о ровной спине, в другую сторону, и затем выполним еще такие движения. На вдохе пяточку подводим к основанию левого бедра, на выдохе пяточка правой ноги возле ягодицы, к коленам возле колена, на выдохе пяточка уходит к основанию левого бедра, и затем выпрямляем ногу. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мы можем помогать себе рукой, либо сделать руки в намасте и выполнить это без помощи рук. Это очень эффективное упражнение для раскрепощения тазобедренных суставов. Закончили. Вдох, выдох. И затем делаем бадхаканасану, позу бабочки. Подводим пяточку к промежности. И начинаем медленно прижимать то правое бедро к коврику, то левое. Не забываем о дыхании. Ровная спина от копчика до макушки, ровная линия. Затем руки уводим за таз, выпрямляем спину. И на выдохе, отталкиваясь руками от коврика, проталкиваем живот вместе с бедем и стараемся прокрутить живот вниз. Если мы себя комфортно чувствуем, то руки выводим вперед. Если еще более конкретно хорошо себя чувствуем, раскрываем стопы как мигу и живот тянем к коврику. Не забываем о дыхании. Дыхание глубокое. С выдохом уходим еще чуть глубже. Локтями наталкиваем бедра. Бедра опускаются ниже. И на вдохе медленно приподнимаемся. Сгибаем ноги. Стопы чуть шире таза. Ладони на коврике. Пальчики направлены вперед. И на вдохе поднимаем, выталкиваем таз вверх. Ягодицы подтянуты. Если себя комфортно чувствуем в этом положении, то левая стопа посредине. И правую ногу поднимаем вверх. Затем опускаем правую ногу и поднимаем левую ногу. Ягодицы подтянуты. Грудной отдел раскрыт. И на выдохе медленно опускаем. Присаживаемся на коврик. Затем выпрямляем ноги. Руками отталкиваемся от коврика. Выпрямляем спину. От копчика до макушки ровная линия. На вдохе поднимаем руки вверх. Присгибаем ноги. Кладем живот на бедра. И на выдохе опускаем живот на бедра. Почти матанасана. И затем медленно начинаем, не отрывая живот от бедер, выпрямлять ноги. Не забываем о ровной спине. Болевых ощущений у нас не должно быть в пояснице. Тянущие ощущения у нас должны быть с задней поверхности ног. И мы стараемся расслабиться в этом положении. И с каждым выдохом стараемся опуститься ниже. Стопы направлены на себя. Дыхание глубокое. И с каждым выдохом опускаемся ниже. И на вдохе медленно приподнимаемся. Уводим руки за таз. И на вдохе выталкиваем таз вверх. Стараемся пальчиками рук достать в коврик. Таз выталкиваем выше. Раскрываем грудной отдел. Пальчики рук направлены вперед. Голову не запрокидываем. Ягодицы поджаты. И на выдохе медленно возвращаемся. Вдох-выдох. Складываем ноги скрестив. Выравниваем спину. Прикрываем глаза. И несколько ровных вдохов и выдохов. Восстанавливаем дыхание. Стараемся расслабить все тело. Я благодарю вас за практику. С вами была Евгения Берникова, преподаватель хатха-йоги. Смотрите канал «Видкрытый». Мы есть также на ютубе. И обязательно встретимся в следующих программах.